здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье традиционная просьба подписывайтесь на наши каналы в ю тубе подключайтесь к нашему телеграмму ставьте лайки комментируйтесь там вот есть колокольчик такой обязательно на него нажимайте и те кто сочтет возможен помочь каналу там есть две кнопочки супер спасибо и стать спонсором они прямо под этим видео мы благодарны за любую помощь она сейчас мы поговорим о ситуации на нашей войне я подчеркиваю на нашей войне наша война идет война идет на нескольких фронтах и с нами сегодня григорий тамар военный историк офцер армии обороны израиля журналист писатель григорий привет добрый вечер здравствуйте добрый вечер рад вас видеть взаимно я бы хотел сегодня поговорить значит о ситуации в газе значит говорят о том будет или не будет операция в рафиахе то есть эта ситуация которая накаляется которая постоянно обсуждается есть заявление американцев на этот счет сейчас мы это обсудим ситуация на северной границе бои идут бои пока что не наземные а только артиллерийская дуэль и атаки с воздуха но вот вчера погиб человек причем гражданское лицо на израильской стране что происходит будет ли операция по зачистке ливана и кого что это может выльется ну и ситуация в соединенных штатах американцы на нас постоянно давит и вот с операцией в рафиахе с операцией в ливане и вот это беспрецедентная волна антисемиитизма в кампусах американских вот эти беснующиеся студенты кричащие что свобода палестине от реки до моря причем абсолютно не понимая что вот этот лозунг от реки до моря но я думаю что многие из них не понимают если не большинство вот то это призыв к уничтожению израиля но тем не менее они об этом с удовольствием говорят но давайте все-таки начнем ситуации в газе были переговоры были разговоры сейчас о том что идет активная подготовка к операцию по штурму рафиаха и освобождению заложников что происходит подготовка идет полным ходом при том это уже не только подготовка армии к боевым действиям это и началась эвакуация населения в те лагеря которые подготовлены за боговременно нашими вооруженными силами уже достаточно ощутимое количество людей эвакуировано хамас не в силах подмышать этому процессу у них нет военного ресурса на то чтобы противодействовать если вы помните поначалу когда израильтяне только вошли в сектор газы то при попытках эвакуировать население хамас вооруженным путем препятствовал сейчас этого не происходит практически потому что хамаса нет ресурсов и действия фронтальной вместе с тем есть очень много информационного шума здесь надо понимать что этот шум является результатом ну можно так сказать до известной степени что израиль обслуживает внутриполитическую повестку американскую хотим этого или нет но нам приходится оглядываться на ситуацию в сша там с полным ходом идет предвыборная кампания президентская и вот этот момент что байдену хоть что на этого или нет опять же нужно заигрывать с различными группами населения американского мы нам приходится это принимать в нем вместе с тем давайте не будем забывать что в целом операция в афиге это вопрос уже решенный сейчас просто осуществляется подготовительные действия для того чтобы начать и по косвенным признакам мы можем это видеть в том числе и по тому что в израиль поступает все новое и новое американское вооружение боеприпасы и так далее вот извините но как же так вот поступает вооружение боеприпасы вы говорите что вопрос уже решенный вот в нью-йорк times опубликована статья дэвида фридмана в прошлом посла соединенных штатов израиля который является независимым журналистом но все понимают что от сливной бачок белого дома а так вот он заявил что если израиль все-таки предпринят операцию в рафихе это приведет повлечет за собой прекращение ограничения поставок вооружения и даже возможно упомянул такой факт что американцы наложит вето на возможность использования во время этой операции американского оружия то есть вот м16 нельзя будет использовать и все остальное тоже и с другой стороны вы говорите что идет активная поставка так что это просто нас пугает пытается остановить или это тоже работа на публику это безусловно работа на публику прежде всего а тем более если мы говорим сейчас не про официального чиновника а про человека который по сути ну его может до известной степени воспринимать сегодня как частное лицо журналист независимый журналист я тоже независимый журналист понимаете но я не думаю что мои высказывания можно воспринимать как некую установку действия да при этом я прекрасно отдаю себе отчет что господин фридман несопоставимо более публичная персона нежели ваш корный слуга а я хочу сказать тем не менее что общаясь с нашими офицерами я знаю по факту что оружие в рибасы уже поступают наши войска это чувствуется я последнее время кстати бывал во многих интересных местах мне довелось съездил буквально пару дней назад по делам в кириад шмоны я был несколько дней назад в районе еврона там путешествовал немножко тоже по делам понаблюдал как действуют наши блокпосты как действуют наши патрули в общем целом могу сказать что на очень высоком уровне поставлена патрульная постовая служба если так можно выразиться патрульная постовая служба и тем не менее значит говорят о том что опять муссируется какой-то договор какое-то какое-то значит соглашение согласно которому хамас все-таки отпустит там порядка 20 заложников и так далее но с другой стороны все в израиле очень многие по крайней мере говорят что сейчас единственный вариант это категорическое требование к хамасу берутского варианта я напоминаю берутский вариант был использован свое время применительно к ясеру арафату с его бандой которые засели в беруте берут был окружен и им предложили покинуть берут и благополучно переместиться в любую другую там арабскую страну если не ошибаюсь в алжир тогда вы ехали это спасло берут от разрушения то есть вот нечто подобное пытаются уже не первый раз предлагать хамасу но они отказываются ну надо понимать чтобы и русский вариант для арафата арафат продал общественному мнению как победу арафат никогда не жил берут арафат берут довел до ничтожественного разрушения но там никогда не жил он не был коренным жителем вернее правильно сказать а газа для лидеров хамаса это их отчина это их родина и в тот момент когда араб покидает свою родину чтобы они там дальше не планировали в глазах арабского общественного мнения они будут восприниматься как проигравший и этого конечно хамаса не может допустить ну на мой взгляд остается еще очень хороший вариант это пуля в голову руководителям хамаса мне кажется это вариант который бы устроил всех включая руководителей хамаса вот в этом в этом плане мне кажется штурм арафика мог бы здесь явиться вот очень хорошим завершающим таким аккордом этой войне для того чтобы расставить акценты для того чтобы ни у кого уже не было сомнений потом победил в ней тогда я думаю что это очень важно кстати сказать интересно что на сегодняшний день невероятно умеренные действительно позиции и действительно попытку реального какого-то компромисса высказывает раз за разом египет то есть просто демонстрирует невероятно такое неожиданное миротворческое рвение то есть действительно предлагают какие-то жизнеспособные ну для израиля по крайней мере абсолютно приемлемые сценарии обмена заложников вращения огня хамас естественно с гневом это все отвергает кстати сказать давайте не будем забывать что белый дом недалеко вот несколько дней назад напомним нашим зрителям заявил что он пришел пониманию что хамас не заинтересован в реально в обмене заложников что это не является их целью к этому пониманию лучше поздно чем никогда то есть израильтяне и египтяне все остальные давно уже пришли к этому самого начала чершиль же говорил в свое время что американцы в конечном итоге принимают верное решение перепробовав до этого все возможные неверные так что ничего не изменилось за последние там условные 80 лет штурм рафеха это вопрос решенный вопрос ближайшего времени и я очень надеюсь что израиль в очередной раз удивит своими навыками оперативными зафиксами весь мир как в прошлых наших фазах этой операции как и во время атаки ираном нашего государства когда наши силы поразили весь мир а потом наши ввс поразили профессионал которые понимают о чем идет речь когда одной ракетой выводится из строя вся система по его целого округа огромного по территории и так далее переместимся на север бои продолжаются на севере то есть хизбалла не уходит хизбалла разразилась громким очередным заявлением о том что если израильтяне думают нам нас напугать если они думают что они значит нападут на нас это будет их самая большая роковая ошибка и мы уничтожим израиль то есть коротко ясно и понятно для всех а что происходит на самом деле и когда нам ждать наземную операцию дело в том что условия в которых будет развиваться наше наступление на севере с военно-оперативной точки зрения будут кардинально отличаться от того что красиво в газе там совершенно другое другая топография местности там нету вот этого вот этой проблемы скученного населения городского городской чертеж это очень сильно определяло действия нашей армии и сковывало его есть акт агрессии со стороны сопредельного государства есть факт что некая террористическая организация взяла это государство в заложник но вот исходя из этих двух предпосылок мы и будем действовать послушайте у нас погибло более двадцати граждан сначала войны за полгода но любое нормальное государство в общем-то воспринимало бы это как казус брели уже полным-давно и война на севере опять же это вопрос решен это лишь вопрос тайминга когда наша политическая руководство сочтет что вот достал максимально благоприятный момент когда когда и собственно этот удар будет нанесен кстати между прочим если же мы заговорили позиции американцев вот тот факт что израиль проявил сдержанность неожиданную скажем так в позиции потушения к ирану и позволяет сейчас израилю намного свободнее чувствовать себя в действительности на южном и на северном фронтах именно нашей страны и давайте все-таки напомним нашим зрителям что реальная опасность реальная опасность которая исходит от хизбаллы конкретно непосредственно она значительно выше чем опасность которая исходит от ирана вот хизбалла убила за последние полгода более израилья а иран собственно не смог убить ни одного поэтому григорий но ведь хизбалла это по сути дела иран то есть это прокси ирана и действуют они строго по так сказать науськиванию по инструкциям которые они получают из тагиран вы знаете события той роковой ночи когда иран атаковал израиль вызывают такие знаете невольные размышления что вот это вот степень зависимости видимо несколько преувеличена потому что одна из причин почему была создана сколочена наспех немедленно вот такая неожиданная коалиция поддержку израиля заключалась в том что все-то думали что хизбалла параллельно с ираном тоже нанесет удар иран этого требовал у хизбаллы и хизбалла этого не сделал потому что в ту ночь действительно если хизбалла нанесла удар вот тогда наши противовоздушные силы обороны были бы на пределе своих возможностей в ту ночь поэтому нам и хотели американцы протянуть эту руку помощи и сколотили эту коалицию потому что все исходили всегда военные готовятся ну нормальные персональные военные не те которые киев за три дня а те которые реально риски рассматривают они исходят из самого худшего возможного сценария для того чтобы быть готовыми и поля выклоприятно если этого не происходит то случается трагедия 7 октября да как говорится готовься к худшему надеюсь она лучше то есть война война с ливаном это вопрос ближайшего будущего и вот дипломатические усилия которые предпринимаются и макрон и посланник президента соединенных штатов амос хокштейн вновь пребывает в ливан это все как бы пустое на ваш взгляд смотрите они искренне понимаете в чем дело западному человеку действительно непонятно логика и ментальность ближневосточного террориста я хочу сказать больше здесь на ближнем востоке в отличие от многих других мест вообще слово террорист она приобретала со временем не такое отрицательное значение зачастую а некий такой орел героя мученика борца за свободу палестины и так далее ведь террористам быть плохо только если ты с ивреями не борешься если борешься с ивреями то сразу это и боец за свободу значит вот независимого как сам-то их шпионы наши разведчики да понимаете так вот дело в том что просто-напросто мы настолько вот привыкли к искажению этой картины уже да что отмахиваться от этого у нас не получается это уже становится некой нашего такой реальностью поэтому исходя из этих вот реалий мы и вынуждены дальше устраивать нашу линию поведения хорошо что мы можем сделать то есть вот допустим завтра начнется война с хизбалле полномасштабные принципе война то уже идет на все время горим война начнется война itt началась 8 октября с хизбалла обрушила град ракет на север израиля война идет но война пока что идет как бы по каким то вот таким ну как бы дьявольским правилм да то есть мы не мы не поражаем бои root они не поражают дальше там определенного километража то есть не бьют по хайфе не бьют по по ахаикскому порту да а мы не трогаем верь Но в любой момент это все может рассыпаться. Какая будет цель вот этой грядущей войны? Ну, цель может быть только одна здесь. Это уничтожение военного потенциала Хизбаллы как минимум и как максимум вычленения этой организации из политической жизни Ливана. Дело в том, что в свое время Израиль допустил в Ливане максимальное количество политических ошибок, которые только можно было сделать, начиная от совершенно неправильного выстраивания отношений с христианами ливанскими, кончая позорного бегства из Ливана, которое было предпринято во время правительства Барака. Это была, конечно, огромная ошибка. И действие нашей страны в дальнейшем тоже было крайне порочным и ошибочным. Поэтому мы допустили до сегодняшнего дня все возможные ошибки. Сейчас появляется возможность их исправить. Что значит исправить? Взять Бейрут? Конечно. Интересно. То есть Израиль должен взять Бейрут? Да. Хорошо. Григорий, прежде чем мы перейдем к американским беспорядкам, а потом немножко поговорим об Украине, если у нас хватит времени. Я хотел сказать, что вот американцы постоянно учат Израиль, как ему надо поступать. То есть говорят нам, что совершенно не нужно брать рафиях. То есть я возвращаюсь к статье в Нью-Йорк Таймс, что совершенно не нужно брать рафиях. Гораздо выгоднее заручиться поддержкой Соединенных Штатов и заручиться поддержкой Саудовской Аравии. И пойти потом к миру, созданию палестинского государства и так далее, и так далее. То есть, но нас учат жить не только американцы. Мы часто сталкиваемся с тем, что нас учат жить. Ну, европейцы, понятно, у них это на роду написано. Нас учат жить и наши братья-евреи, русскоязычные, которые живут в разных странах мира и при этом продолжают нас учить жизни. Я вот буквально сегодня наткнулся на очень интересное интервью моего любимого писателя Веллера. И вот все, что касается там истории и всего остального, это все замечательно. Но когда он начинает говорить о политике, меня это немножечко удивляет. Ну вот послушай. Таким образом, Израиль получил то, за что долго боролся. Причем даже сейчас до, ну допустим, 40% израильтян не доходит, что происходит и где они живут. То есть, до 40% израильтян не доходит, а до писателя Веллера, который в Израиле не живет и никогда не жил, вдруг это все дошло. То есть, как это может быть? Вы знаете, я когда-то, когда был подростком, еще жил в Советском Союзе, засчитывался произведениями Веллера. По-моему, еще в СССР это было. А может, я путаю, я уже в Израиле, знаете, очень много лет прошло. Ну, прогулки по Невскому проспекту, это, по-моему, в 93-м было опубликовано. Написано раньше, а опубликована была, по-моему, первая книга, если я не ошибаюсь, в 93-м. Знаешь, это уже в Израиле, потому что я уехал из Советского Союза в 90-м году. Так вот, но, понимаете, почему-то господин Веллер думает, что если он хороший писатель, то он хороший специалист по всем вопросам. Ну, это очень странно слышать от человека, который действительно не жил никогда в Израиле, не знает иврита, по наслышке знакомо с нашими проблемами. Ну, вот я хочу показать еще кусочек, как бы, для того, чтобы более, как бы, предметно. То есть, один из ветеранов армии обороны Израиля, когда-то российского происхождения, Григорий Тамар, который имеет свой блог, выступает и так далее, он ни хрена не понимает происходящим политически. То есть, ну, вот комплимента дождался и Григорий Тамар, который ветеран армии обороны Израиля, но ни хрена не понимает политически. Что ж вы так подвели? Да, меня очень развеселило это интервью. Давайте пройдемся по фактам. Господин Веллер, к сожалению, не сказал ни одного слова правды в своем заявлении, начиная с того, что я не российского происхождения. Я никогда не жил в стране России, я жил в стране Советский Союз. Из страны Советский Союз я репатриировался в Израиле, за что был лишен советского гражданства. Поэтому господин Веллер, видимо, плохо изучил мою биографию, что также понятно из того, что он говорит, что я, как все военные, очень глупый, как все профессиональные военные. Он не знает, наверное, он не в курсе, что в Израиле такая система военной обязанности, что человек становится офицером, делает резервистские сборы всю жизнь, многие годы, иногда десятилетия. При этом он имеет параллельно какую-то гражданскую специальность, работает по ней. Так вот, я расстрою господина Веллера. У меня двое высшее образование, значит, у меня биологическое и педагогическое высшее образование. Но он, понимаешь, у него аналогия с советскими генералами, которые... Да, потому что, понимаете, что это дело, сам господин Веллер, он формировался как личность, когда работал с журналистом на фабрике Скороход, где он писал, там, как журналист... Так, вот Веллера, вот Веллера мне не трожит. Вот я писать, писателя я люблю. Давай лучше еще послушаем кусочек. Ну, левые потеряли власть в 1973 году. Они долго думали, как ее вернуть. И они организовали Верховный суд и вручили все полномочия таким образом, что Верховный суд главнее всех и может вмешиваться во все. Ну, это вообще, то есть, левые взяли, организовали Верховный суд. В общем, такое представление о государственном устройстве Израиля несколько, ну, напоминает представление семиклассника. Давайте немножко по факту пройдемся. Значит, он называет там левых, которые придумали вот такую, так сказать, формулу взаимоотношений с палестинцами, с арабами. Он называет их, как-то он сказал, что они там все идиоты. Ну, под эту... Социалисты, социалисты. Да, социалисты, значит. Ну, тогда под эту гребенку, значит, попадает Гонгарион, который создал Израиль. Там Голдомейр, легендарный премьер-министр, там, ну, я не знаю, можно перечислять просто этих людей бесконечно. Ну, вот они такие, вот такие они создали Израиль. Других не было. Вот эти создали. Если бы их не было, не было бы Израиля. Ну, нравится это Беллеру или не нравится, это факт исторический. То есть он рассуждает о судебной реформе и при этом, значит, даже не совсем представляет вообще, о чем идет речь. Один принцип разумности, а второй мата не хватает. Ну, давайте теперь немножко про поводу судебной реформы. Просто раз уж, давайте напомним нашу. Ну, во-первых, если бы действительно, вот такие были израильтяне бы глупые, да, наверное, был тот роковой день, когда накал страстей во время реформы достиг максимума. И когда министр обороны Галланд пришел к Вениамину Датаньяу и сказал, что накалившиеся страсти вокруг реформы влияют на боеспособность армии, снижают боеспособность. Ему кажется, что оборона и безопасность страны – это самое важное. И давайте мы эту реформу пока заморозим, пока не трясутся страсти. И за это он был уволен с поста министра обороны. И вот тогда в стране, где население 9,5 миллионов, на улице вышло 750 тысяч в один день по стране. Наверное, если бы это было так просто, как господин Виллер пытается описать, наверное, это не произошло. Наверное, люди с абсолютно правой идеологией, которой всю жизнь продемонстрировали свое принципиальное правое мировоззрение, такие, например, как Бенни Беггин, сын легендарного Минахема Беггина. Человек с кристально чистой репутацией и с абсолютно правым мировоззрением. Наверное, я просто его привожу как пример, потому что его все знают. Наверное, он не высказывался категорически против этой реформы, если бы он был там, не знаю. Ну, это очень сложно, ведь гораздо проще сказать, левые и правые, левые и плохие, правые и хорошие. А кто такие левые, кто такие правые? Это же совершенно не обязательно. Виллер даже не понимает, что конфликт внутри этой реформы, из-за этой реформы, он вообще не проходил по этому водоразделу левые и правые. Если бы это было так, то этих протестов бы не было в таком формате. Он даже не понимает, что те, кто поддерживали эти реформы, например, наши ортодоксальные партии, по своему мировоззрению являются ультралевыми, то есть более крайне левыми в плане общественности. Это очень сложно. Он даже этого понять не может. Но, понимаете, я вот если не разбираюсь в политике Соединенных Штатов, то я туда не лезу и своего оценочного осуждения не высказываю. Я говорю, я не разбираюсь. Но господин Виллер, он считает, что он вот, он себе вбил эту мантру про социализм и там про левых и про правых. Ему кажется, что весь мир, он вот устроен по этому принципу. Это не так. Мир, он намного сложнее. Если бы было так все просто. Тем более израильский мир. Ну давайте вкусное отлетие. Последний отрывочек очень-очень впечатляющий. И вот ветеран вооруженных сил Григорий Тамар говорит, они их понимают, они раскалывают общество. Эти реформы не должно быть. Потому что вот в этой бритой голове мозг не полностью. Мозг. Ну смотрите, тут уже мы дошли до антропологических особенностей. Тамара, честно говоря, я от петербургского интеллигента не ожидал такого услышать. Я не думал, что автор прогулок по Невскому проспекту способен на такое. Но, видимо, люди меняются. Возраст штука тяжелая, да. Господин Веллер, я облысел рано, читая ваши книги в юности. От ужаса, да? Нет, от восхищения. От восхищения. Дело в том, что, понимаете, моя прическа, конечно, она очень многих, для многих является основным аргументом. Тот факт, что я лыс, это и для зет-патриотов главный аргумент в моей неправоте, и для израильских, там, ультраправых, вот ура-патриотов. Понимаете, в чем дело? Вот у нас такая власть, такое правительство интересное. Вот у нас есть министр внутренней безопасности, человек, против которого было открыто несколько десятков уголовных дел. И человек, который пару дней назад совершил ДТП с пострадавшими, он, в том числе, пострадал, проехав на красный свет. Григорий, не он за рулем сидел, у него водитель сидел. Но водитель, кстати, тоже подобранный очень тщательно, который имел несколько уголовных дел. Сам господин министр был не перестегнут и так далее. То есть страна, где может быть сформировано правительство, где может быть назначен министр внутренней безопасности. Такой министр, я думаю, что должна быть какая-то сила еще помимо правительства, которая должна контролировать и ограничивать власть этого правительства. А конституции у нас нет. Парламент у нас однополадный, что, с одной стороны, упрощает его работу, сделает это более оперативным, что важно, боющим государствам. А с другой стороны, делает намного более подконтрольным правительством и коалицией. Так вот, сложилась очень сложная система сдерживающих факторов и противовесов. Судебная реформа, конечно же, нужна. Она необходима. Но для того, чтобы она была принята, необходим диалог с различными частями общества. Ведь суд – это одно из основных наших фундаментов нашей демократической сущности. Не понимать это и видеть, когда общество ломают через колено, пытаясь из-за своих узкополитических и своих личных проблем изменить фундамент общества. И не понимать это, и все сводить к этому конфликту левые-правые. Я не правый, я не левый. У меня другое мировоззрение. Вешать мне ярлыки, приписывать там, что я там левак. Но это, конечно, очень хорошо, особенно когда основным аргументом является моя прическа. Честно говоря, от человека, который писал когда-то такие интересные книги, я бы ожидал более конструктивной постановки вопроса. Я прощаю этому человеку всего его возраста. Это личные оскорбления в мой адрес, и я готов перевести это в шутку просто потому, что, ну, что мне сводить с пожилым человеком счеты. Ну, это как-то даже и не солидно. Пусть Пусин останется хорошим писателем, таким, каким мы его знаем. Что касается наших действительно проблем здесь, ну, естественно, когда вот сейчас война закончится, будут выборы. Естественно, премьер-министр заплатит личную политическую цену за те безобразия, которые он допустил в стране. Он не единственный. Многие заплатят. Вы понимаете, в чем дело? Вот заплатить можно по-разному. Вот есть у нас генерал Азинкот, который очень много сделал ошибок, будучи начальником Генштаба. Но генерал Азинкот сына похоронил на этой войне. И племянник. И у меня не поднимется рука ему претензий предъявлять после этого. Поэтому, знаете, жизненный путь, он такая сложная штука. Можно кому-то кричать, что ты лысый, значит, ты дурак. А можно поинтересоваться биографией этого человека, узнать, допустим, что у него несколько высших образований, хотя бы, ну, выяснить там подноготную чуть-чуть. Но люди не устрачиваются. Но это уже слишком сложно, опять, Григорий. Это очень сложно. Давайте перейдем теперь к... Мы затронули американцев, собственно, с этого мы начали вот эту тему. Соскользнули, как бы. Так вот, беспорядка в американских университетах. Еврейским студентам предлагают не носить, не просто не носить никакие, так сказать, атрибуты, там, не дай бог, кипу или там магендавит, но вообще воздержаться от посещения университетских кампусов. Значит, полиция вводится уже на территорию кампусов. Там разбиваются вот эти податочные городки. И при этом правительство, то есть президент Соединенных Штатов молчит на эту тему. Белый дом молчит. И еврейская община, в общем-то, тоже молчит. Что происходит? Дело в том, что когда произошел Холокост в середине XX века, он начался не с газовых камер, не с концлагерей. Он начался с потока лжи, с пропаганды, с дегуманизации евреев и с хоррустальной ночи, когда стало понятно, что можно грабить, убивать евреев, избивать и не потерпеть, и не получить за этого никакое наказание. И мы сейчас находимся в той же самой ситуации, у меня никакой разницы. И если мы сейчас примем срочные меры, то у нас будет следующий Холокост. Какие срочные меры? Значит, во-первых, послушайте, наше израильское правительство. Я уже даже боюсь здесь давать отмашку сколько лет. Я боюсь, что никогда не занималась пропагандой профессионально. Тем не менее, пока существовала биполярная система Советский Союз и США, это было несколько простительно, потому что априори мы имели в качестве оперативного ресурса Америку как поддержку, ну, по крайней мере, с 70-го года, а до 67-го у нас была Франция такой поддержкой, и мы справлялись. Но ситуация изменилась, и одна из фатальных ошибок, которые допустил Бенемин Натаньяу за полтора десятилетия, что он находится у власти, что не было вообще уделено никакого внимания пропаганде. Вот на пропаганду израильскую должно выделяться столько же денег, не меньше, сколько на оборону. Вот сколько на оборону... Ты как где же взять-то такие деньги? О, прекрасно. А существуют международные евреи, в том числе американцы. Если бы Израиль не занимался тем многие десятилетия, что плевало этому еврейству в лицо, то, может быть, это еврейство иначе бы к нам относилось. Я поясню свои слова. Я не знаю, известно ли это господину Веллеру, но вообще-то в Соединенных Штатах большинство евреев, они конфессионально по религиозной принадлежности относятся к ветве прогрессивного реформистского юдаизма. Это миллионы людей, которые проживают в США. Израиль много десятилетий, находящийся в плену в качестве заложников у ортодоксального юдаизма, отвергал права этих евреев на то, чтобы они были признаны полноправными членами еврейского народа. Например, брак, совершенный в реформистской общине, не признается в Израиле как религиозный брак. Например, реформистские евреи не имеют возможности организованного подхода к стене плачатом и так далее. Очень много есть. Геюр не признается реформистский. Там есть очень много примеров. И несмотря на многократные попытки общины выстроить диалог с Израилем, Израиль отвечал... Ну, потому что правительство, кстати, которое последние, сколько там, почти 20 лет до вас выглавляло Бенемину Таньягу с небольшими перерывами, опиралось на ортодоксальные партии, на ультра-ортодоксальные, которые ни в какую не хотели идти, делить иудаизм еще с кем-то. Ну, естественно. Они же монополизировали понятие евреи, понятие иудаизм, понятие, что такое еврей, что такое нееврей. Зачем им делиться властью? Зачем им делиться деньгами? А то, упаси Господи, еще разрешат свадьбу в Израиле реформистские, и начнут их признавать на государственном уровне. Это же вообще... Не дай Бог вмешается в Верховный суд и заставит признать... Это будет равносильно Левому перевороту, Леватскому перевороту. Поэтому лучше скинуть этот Верховный суд. Теперь, да, теперь, значит, и таким образом мы плевали в лицо американской общины, еврейской, о чем мы должны просчитывать, что они... Можно все поправить, можно с людьми начать разговаривать по-человечески, можно признать вот все их требования, можно вести диалог, допустим, да, можно выстроить его заново, можно переформатировать эти отношения, и можно объяснить, что сегодня нам нужна помощь, а завтра им может понадобиться от нас помощь, мы не знаем, как дело повернется. Это с одной стороны. И мобилизовать те финансовые потоки, которые эти люди готовы же мобилизовать на средства пропаганды. Вот мы знаем с вами вот эту речевку знаменитую, «From the river to the sea», почему до сих пор не выпущен мультипликационный фильм на 30 секунд, который просто всем бы наглядно показывал, что «From the river to the sea» – это значит уничтожить Израиля, всех евреев, которые здесь живут. Сбросить море, да. Это же очень просто. Но на это нужны деньги. Этот мультик запускается как вирусная реклама, потом в соцсетях. Ну это же база, база. Ну послушай, у нас было министерство пропаганды, там министр, офис, там куча работников, которые все разбежались. Принцип разумности нужен в том числе и потому, что если на пост министра назначается человек априори не в состоянии, который выполняет свои профессиональные обязанности… Он даже не представляет об этом, что такое обязанность. Да, то что может это отменить. Вот что такое принцип разумности. Это так, к свере. Дальше поехали. И вот пропаганда, чтобы в мире все понимали, что вся доктрина идеологическая палестинцев основана на лжи и на том, что им помогают неамарксисты, радикалы, антиглобалисты и прочая вот эта вот ультра-радикальная, ультралевая пенка, которая сегодня по стечению исторических обстоятельств получила несоразмерные своему общественному реальному влиянию возможности в западных СМИ и в академических кругах. Это первое. Второе. Вы знаете, как есть такая поговорка знаменитая американская, что я ему проповедовал добрым словом и кольтом. Это действовало на него намного лучше, чем просто доброе слово. Так вот, здесь мы пришли уже к ситуации, когда нам нужен кольт. Нам необходимо сейчас создавать на территории Северных Штатов отряды еврейской самообороны, в том числе и в кампус. И это можно сделать. Это не бином Ньютона, это решаемые проблемы. Это кажется, что это очень сложно, учитывая особенности американского законодательства. Для того, чтобы в случае агрессии по отношению к евреям, физической агрессии, что это такое? В демократической стране человек не может одеть магентовит или кипу или символику израильского флага. Это вообще что такое? Мы в Германии в 1933 году? Или мы, может быть, в Советском Союзе в 1967 году? Так давайте мы разберемся, где мы, что мы, как. И можно, поверьте мне, вот ничто не ставит на место хама лучше, чем удар кулаком бронированным по голове. И если настал исторический момент, когда нужно использовать этот бронированный кулак, значит, нужно его использовать. В контексте тех обстоятельств, в которых наша община, наш народ, мы находимся. Ну что ж, дай бог, чтобы это произошло. Тем более, что опыт подобный был. Когда-то некто Мир Каганы создавал подобное, что-то подобное. еврейские отряды самообороны там действовали. За что его объявили экстремистом и предали, так сказать... Ну, его объявили экстремистом несколько за другие вещи. Кагана был человек очень неоднозначный. Безусловно, человек большого личного мужества. Но если бы, так сказать, его позиция политическая не была столь экстремистской, то его взгляды не были бы осуждены израильским парламентом, при том с очень выразительным большинством. Возможно. Григорий, давайте переместимся на украинский фронт. Украина начинает получать оружие американское в том самом пакете военной помощи, которого так долго ждали. И действительно подтверждены. Вы в прошлой программе сказали, что по имеющимся данным, часть этого оружия еще до того, как было принято решение, уже находилась на территории европейских стран. Сейчас пришло подтверждение, что именно в Польше находится достаточное количество оружия, которое вот по этому пакету сразу начнет поставляться в Украину. Пока что на украинских фронтах дело обстоит просто швах. Что происходит, на ваш взгляд, и как может вот это оружие повлиять на ситуацию на фронтах? Ну, как вы понимаете, если я знаю, что это оружие находится в Польше, то российская разведка тоже об этом догадывается. Но она вам и сообщила, собственно. Ну, конечно, естественно. Вот. Я же, как это сказать, выходец из России, да, как было сказано, да? Да. Вот дело в том, что у нас 9 мая на нас... И к 9 мая, конечно, российские генералы... Красным датам календаря всегда было принято? Да, хотят отчитаться о проделанной работе и получить там ордена и премии. А тут понятно, что вот поступит оружие, и по некоторым сведениям кое-где уже начало поступать войска. И, соответственно, ситуация тут же начнет меняться на фронте, не в пользу русской армии. И, конечно же, в этой связи мы видим, ну, собственно, последние дней 10 это наблюдалось, и в следующие там пару недель мы будем видеть очень интенсивные попытки россиян наступать и попытаться вот все, что можно за эти две недели, к условному, 9 мая, получить в качестве территории. При этом там важно понимать, что понятие потери, человеческая жизнь, это вообще не критерий. Вот сколько надо человек в землю положить, столько они и положат. Главное, там лишние несколько километров квадратных захватить, какой-нибудь, если повезет, населенный пункт и отчитаться. Эти две недели будут критическими сейчас, и все будет решено простым обстоятельством. Если у украинского генштаба резервы оперативные, если они имеются, то Украина продержится эти пару недель, а потом начнут поступать боеприпасы, и, в общем, я думаю, что российское наступление, как уже много раз бывало за эту войну, захлебнется в очередной раз. И к чему это приведет? Что дальше? Украина находится в очень неприятной ситуации. Это государство, которое не было готово к долгосрочному конфликту, и он ей навязан. Это с одной стороны. С другой стороны, украинская армия продемонстрировала чудеса живучести и несколько раз очень сильно удивляла. Это и Херсонская операция, это и Харьковская операция, это и уничтожение практически Черноморского флота, и удары беспилотниками. Я думаю, что украинцы попытаются использовать те новые виды вооружения, которые они получат, для того, чтобы поменять правила. В идеальном, в самом хорошем для Украины формате им и сегодня у них остается возможность добиться оперативного окружения Крыма, даже без того, чтобы входить туда физически. Если они получат дальнобойные виды атакующего вооружения, ракетные войска, ракетные средства, может быть, авиацию даже, то они смогут попытаться разрушить Крымский мост и взять под огневой контроль сухопутный коридор. И таким образом, нанося постоянное огневое поражение по Крыму, они могут принудить группировку Крымской конкуляции. Это вполне возможность в сценарии развития САН. И тогда, по сути, у них появится возможность торговаться в совершенно других позициях. Потому что сейчас у России есть иллюзия, что они выигрывают. Это не более, чем иллюзия, потому что, если бы они были в состоянии победить Украину, они бы это сделали два года назад в период максимально благоприятных обстоятельств, когда был эффект неожиданности и так далее. И дела России тоже не обстоят наилучшим образом с точки зрения вот этого долгосрочного конфликта. То, что их выгодно отличает от Украины, это возможность совершенно бесконечно расходовать свой людской ресурс, не считаясь с ним, не воспринимая это как вообще фактор, Украина себе такого позволить не может. Но Украина есть, и вот сейчас будет еще больше западное вооружение, которое, как мы видели уже очень много раз за эту войну, может принципиально изменить ситуацию на фронте. Если мы вспомним, летнее наступление россиян в прошлом году было остановлено установками, в 22-м году установками атак. то есть прошу прощения установками хаймерс, я говорил с ним. Да, ну хорошо, в ближайшее время мы увидим, как это оружие проявит себя на фронте. Спасибо, спасибо большое, Григорий Тамар, военный историк, писатель, журналист. Подписывайтесь на канал Григория Тамара, там интересно и всегда есть новые материалы. А наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.